МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша. Информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. А сегодня в выпуске. На орбите сегодня отмечают 90-летие со дня рождения дважды Героя Советского Союза Андриана Николаева. О бюджете и не только. Депутаты Государственного совета собрались на первую после летних каникул сессию. Экология в опасности. Мы рядом с деревней Пехтулино, что в Чебоксарском районе, произошел пожар. Главные новости сегодня приходят из села Шоршелл. И здесь отметили 90-летие со дня рождения дважды Героя Советского Союза Андриана Николаева. На родине генерал-майора авиации прошел торжественный митинг. Среди почетных гостей близкие третьего космонавта планеты и участники экспедиции на орбиту. С подробностями Дмитрий Ковалев. Родина третьего космонавта планеты на связи. С такой важной для села юбилейной датой его жителей сегодня поздравляют. И радиолюбители со всего мира. Язык азбуки Морзе универсален. Вот сейчас провел несколько связей с Европой, с Японией. Ну, в данном случае мы работаем юбилейным позывным, вот, который здесь вы видите. Ульяна Елена 90, Андриан Григорьевич Николаев, посвященный 90-летию Николаева. Ну вот, радиолюбители всего мира с нами связываются и узнают, что космонавт номер 3 родом из Шоршелл. Благодаря радиолюбителям 57 лет назад весь мир облетела новость о старте на орбиту корабля «Восток-3». В невесомости Андриан Николаев провел четверо суток, более 60 раз обогнув планету. Это была эпоха экспериментов. На первопроходцев космоса равнялись. В те годы герой Советского Союза Александр Баландин еще учился в школе. Но заветной мечте о звездах остался верен до последнего. Его экспедиция состоялась в начале 90-х. Во всяком случае, у нас появилось настоящее желание стать хорошими специалистами. Поэтому большинство из нас пошли в технические вузы. Когда я посмотрел, тот же Николаев, в общем-то из деревни, действительно, как вот его дочь сейчас сказала, что достиг с нуля практически таких вершин. 90-летие своего земляка в Шоршеллах празднуют с размахом. Гостей из других регионов, среди которых немало героев России, жители села, встречают тепло. Андрияна, Юра, Дара, Парашел! Сюда не могла не приехать и дочка звездной пары, Елена Черешкова. Вместе с ней и внук Андрияна Николаева, вылитый дед. Жизнь третьего космонавта планеты круто изменилась после армейской службы. Он прошел отбор в школу воздушных стрелков, а потом и в легендарный гагаринский отряд. Гордость за дедушку, за все. Стараюсь не подводить его, быть похожим по характеру, также достигать целей. Память о третьем космонавте планеты в республике хранят бережно, говорит его дочь. Всегда, когда я здесь, чувство необыкновенной теплоты и какой-то вот заботы, потому что земля чувашская, особенно, наверное, вот эта шоршельская, где папа родился, она особенная. Она манит, притягивает. По стопам сокола такой был позывной Андрияна Николаева. Мечтают пойти и многие кадеты. Каждый год самых лучших приглашают в Шоршелы на слет юных космонавтов. Есть призеры-победители воздушных змеев, есть призеры летательных моделей. Мы рады результатам наших детей. Мы их растим достойной сменой. Серьезно мечтаю стать космонавтом. Конструирую летательные аппараты, учу, считаю информацию о космосе, узнаю больше о космонавтике. Глава республики вручил награды юным космонавтам, призерам юбилейной викторины. Михаил Игнатьев вспомнил и о встречах с Андрияном Николаевым. Этот человек всегда был готов прийти на помощь, отметил глава региона. Он проводил прием по личным вопросам. Я руководитель хозяйства подготовил, было два письма. Нужен был автобус для перевозки людей и автокран. Буквально в течение полгода мы получили и автокран, и автомашины. Мы должны его имя носить достойно на долгие-долгие годы. Человек жив всегда в наших сердцах. К могиле Андрияна Николаева глава региона, близкие космонавта и его последователи, которые также стали героями Советского Союза и России, возложили живые цветы. Дмитрий Ковалев и Валерий Рязюков. Республика. Сегодня же в театре оперы и балета состоялось торжественное собрание. Родные и близкие, сослуживцы, коллеги-космонавты вспоминали свои встречи с Андрианом Николаевым. О том, что заправлял ракету земляка Андриана Николаева, Николай Михалков, служивший на Байконуре, узнал уже после полета. Тот случай он помнит, как вчера. В 70-м году мы заправились, ракета стоит, парится. Мы уходим уже, у нас, как говорится, по готовности мы исправились. И выходим, уже подъезжает автобус, оттуда выходит космонавт, мы не знаем, кто-то по фамилии никого не знаем. Потом только узнали, что мы заправили нашего земляка. В фойе театра открыта выставка, посвященная жизни и деятельности нашего легендарного земляка. Историки еще будут писать много, исторические, архивные какие-то справки будут поднимать. И мы к 100-летней образованию Чувашской автономии, которую отмечаем в следующем 2020 году, еще многое сделаем для того, чтобы все эти ценности летчика-космонавта передать молодому поколению. Потому что на его примере воспитывались тысячи и тысячи урженцев Чувашской ресурсы. В Чувашу приехала целая делегация из Звездного городка и дочь Андриана Григорьевича Елена. Вот сейчас здесь сидят ребятки, молодые, молодое поколение. Я бы хотела обратиться к вам. Вы наше будущее. Мы очень скоро передадим правление нашей страны в ваши руки. Ребята, будьте такими же целеустремленными в жизни. И не бойтесь никаких трудностей. Идите вперед. Ставьте перед собой цели. Идите вперед. Учитесь у моего отца, у моей матери, у наших первых космонавтов. На торжественном собрании прозвучала любимая песня нашего земляка «Лети, лети, кукушка». Чувашию поздравили и коллеги великого космонавта Алексей Овчинин и Александр Скворцов прямо с околоземной орбиты. Дорогие жители Чувашской республики, сегодня в России особый день. 90 лет назад, 5 сентября, родился будущий космонавт Андриан Николаев. Ваш выдающийся земляк стал гордостью всей страны и оповестил всему миру о трудолюбивом чувашском народе. В космонавтике имя Андриана Григорьевича вписано золотыми буквами под номером 3. Нелегко было первым космонавтам покорять космические просторы Вселенной. Но именно первые герои космоса вывели весь мир на новый уровень развития. И мы сегодня, находясь на орбите, чувствуем поддержку наших коллег, которые оставили нам огромный опыт и новые знания в науке и технике. Мы знаем, что Чувашская республика – стабильно развивающийся регион. Успешно решаются задачи в наиболее важных для людей сферах – культуре, здравоохранении, образовании и науке. Любовь к родному краю является залогом успешного развития вашей республики. Уверены, что это позволит достичь еще больших успехов, чтобы достойно встретить в 2020 году 100-летие образования Чуваши. Пусть крепнет Чувашия, приумножается состояние ее жителей. От души поздравляем с праздником, желаем всем здоровья, мира, оптимизма и согласия во имя процветания нашей общей родины – России. Космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов. На коне и всегда впереди сегодня в России отмечают День памяти Василия Ивановича Чапаева. Сто лет назад не стало нашего выдающегося земляка – легендарного ночди во времен Гражданской войны, героя фильмов и книг. 5 сентября 1919 года он был смертельно ранен в ходе перестрелки на берегу реки Урал. Гулял по Уралу Чапаев герой, он с соколом рвался с полками на бой. О нем написаны стихи и песни, сняты фильмы и рассказаны сотни анекдотов. Родился Василий Чапаев в деревне Будайко-Чебоксарского уезда. За храбрость и героизм он был четыре раза награжден Георгиевскими крестами и получил чин под прапорщиком. В 18-м году прошлого века был назначен комиссаром внутренних дел по Николаевскому уезду. В апреле 1919 года командовал легендарной 25-й стрелковой дивизией, которая сыграла важную роль в контрнаступлении Красной армии против колчаковских войск. За проявленное мужество Чапаев был награжден Орденом Красного Знамени. Он погиб в 32 года, однако посмертная слава пережила его на века. Он же обычный крестьянин, мастеровой человек, плотник. И в то же время он очень добросовестный. Он делал любую работу на совесть так, что не переделывал никто. И великолепно ориентировался в обстоятельствах, берег своих бойцов. И человек с юмором тоже. И серьезный, и даже злой иногда бывает, что Фурманов написал, что издали посмотришь зверем зверь. Но когда отходит, сердце видно, открытое каждому чужому дыханию. Дивизия имени Чапаева существовала долго. Шефство над ней в 65-м году взял обком комсомола Чувашии. И до 90-го года туда ежегодно отправляли служить 100 лучших призывников республики. Одним из них был Александр Ильин. Мы сначала не знали, куда попадем. Приехали в город Лубны, в Украинский СССР. Ну, пришлось служить почти около трех лет. Я попал в войска связи, обслуживал секретную аппаратуру связи, поддерживал связь с штабом армии. Чапаева – это пример подражания для меня, держать себя в форме пока. Ну, года идут, но он был человек волевой, всегда одерживал победы в боях. В столице Чувашии есть музей Василия Чапаева. Его именем названы города и улицы в нашей стране. Есть памятники и мемориальные доски. Его образ удачно вписался в туристический бренд республики. Рифат Фадкулин, Андрей Спиридонов, Республика. Бюджет Чувашии увеличится на 830 миллионов рублей, а жители, которые имеют долги за коммунальные услуги, лишатся компенсации расходов на капитальный ремонт. Такое решение приняли депутаты Государственного совета Чувашии. Сегодня они первый раз собрались на сессию после летних каникул. В республику дополнительно пришли 202 миллиона рублей с федеральной казны. Собственные доходы выросли на 628 миллионов. В итоге в целом бюджет Чувашии на 2019 год увеличился на 830 миллионов рублей. Основная часть этих денег пойдет в сферу образования, здравоохранения, физкультуру и спорт. Основные средства 382 миллиона рублей направляются на строительство садиков. Всего в текущем году выделены средства на строительство садиков в общей сумме 1 миллиард 822 миллиона рублей. Большинством голосов изменения в бюджет приняты. Поддержали депутаты новую форму господдержки молодых предприятий обрабатывающей промышленности. Они получат право на инвестиционный налоговый вычет. Предприятие вложило инвестиции, 3 года отработало и у нее выходит прибыль. От прибыли оно должно платить налог. Часть уходит в федеральный бюджет, часть республиканский. И вот то, что уходит в республиканский бюджет, 50% будет возвращаться этому предприятию. Еще из повестки дня. Прожиточный минимум пенсионеров на следующий год остается на уровне 2019-го. А жители республики, которые имеют долги за коммунальные услуги, с 1 января 2021 года потеряют право на компенсацию затрат на капитальный ремонт. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Сегодня в Чебоксарах на территории научно-производственного объединения «Экология» рядом с деревней Пехтулина произошел пожар. Причины возгорания уточняются. Столк густого черного дыма был виден за пару километров. Огонь охватил две емкости с мазутом. По данным Центра медицины и катастроф пострадали два сотрудника предприятия, одного из которых госпитализировали с отравлением продуктами горения. МЧС Чувашия заверяет, угрозы здоровью населения нет. Летом грузовой, зимой снегоуборочный. Три самосвала-трансформера выйдут на уборку столичных улиц. Пока универсальные машины готовят к выходу на улицы. Они находятся на парковке коммунальной компании «Дорекс». Прибыли они из Смоленска. До наступления зимы машины будут перевозить песок и асфальт. Затем самосвалы приобретут зимний вид. Зимой они переоборудоваются бункерами и предназначены для уборки снега. Вешается отвал переднеповоротный и межосевая щетка. Грузоподъемность бункера 6,5 кубов. Проезд раз в час. Ограничение движения на Порецком мосту в Чувашии продлили до ноября. Каждый день с 9 утра до 15 часов дня строители практически полностью перекрывают мост. Всему виной ремонт опор. При этом автомобилистов пропускают не реже, чем раз в час. Такой режим будет действовать до 31 октября, сообщает Чувашу Пурдор. Автомобилям тяжелее 3,5 тонн. По мосту через Суру перед селом Порецким движение запрещено. Ограничения действуют до 1 ноября. Все работы должны завершить в 2020 году. Машины из прошлого. В эту субботу, 7 сентября, в столице Чувашии пройдет фестиваль ретро-техники «Золотая осень». С 10 утра до 3 часов дня чебоксарцы смогут полюбоваться автомобилями газ довоенного производства и другими редкими образцами советского и зарубежного автопрома. Выставку устроят на парковке у Роланда. Ожидается визит ценителей раритетных машин из соседних регионов и ряда городов Сибири. Этот год богат на юбилейные события. Не обошлось без круглой даты в театральной среде. 12 сентября Чувашский государственный театр оперы и балет открывает 60-й театральный сезон. На пресс-конференции рассказали, какие премьеры ждут поклонников классического искусства в ближайшее время. Солидный возраст – не повод вспоминать только о прошлом. Артисты, режиссеры устремлены в будущее. В сезоне 22 мая нашему театру исполнится 60 лет со дня первого спектакля, первой оперы Федора Васильева «Шавармань», со дня первой постановки. 60 лет – это большой период, время подводить итоги, строить новые планы. А планов на ближайший сезон действительно много. Мировые премьеры, выездные спектакли, творческие вечера юбиляров. У нас предстоит, я надеюсь, что мы успеем написать к этому моменту музыку, мировая премьера балета «Дорога лебедей» на основе чувашского эпоса. Мы выиграли грант главы Чувашской республики на постановку этого спектакля. У нас предстоит творческий вечер народной артистки Чувашской республики Татьяны Альпидовской, что само по себе значимое событие. Думаю, на нем, наверное, будут какие-то премьеры, какие-то новые постановки. Для юных любителей театра юбилейный сезон также подготовил сюрприз. Фестиваль спектаклей «Для вас, дети», где собраны лучшие музыкальные сказки из детского репертуара театра. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, «Республика». О спорте. В Турции прошел 10-й чемпионат мира по национальной борьбе. В город Хатай съехались 200 борцов из 42 стран. В таких крупных соревнованиях команда Чуваши участвовала впервые. Абаку-Реш – национальная турецкая борьба с захватами за одежду и тело соперника. Необычный коктейль из всех известных видов борьбы и плюс новые элементы. Один бросок решает исход поединка. Бой может закончиться за секунды. Борьба шла в пяти весовых категориях. Команду Чуваши представляли шесть спортсменов. Ранис Кордонов из села Шагарданы вошел в полуфинал в весе до 90 килограммов и занял четвертое место. Международные соревнования позволяют участникам получше познакомиться с традициями и обычаями разных стран, где борьба является самым популярным видом спорта. Таким был этот четверг глазами журналистов национального телевидения Чуваши. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин